А вот дороги в Румынию и Польшу сегодня перекрывали десятки машин. На акции протеста вышли автомобилисты. Требовали снизить пошлину на ввозы на марок с зарубежной регистрацией. С самого утра они перекрыли международные трассы. Как проходили протесты, видели наши корреспонденты. В Черновицкой области, возле пункта пропуска Порубной на границе с Румынией, активисты начали собираться с самого утра. Автомобилями заблокировали дорогу. Сегодня пикетчики расширили список своих требований. Помимо так называемой европейской растаможки, теперь настаивают и на снижении коммунальных тарифов. Людина звернулася где-то два тижня назад, говорит, я працюю на швидкие медичные допомоги. Нараховываю дни 3200, отримаю на руки 2500. Платежка пришла на 2800. Вы что думаете, до нас в громадской организации такие автомобилии возвращаются? У нас все вопросы, бачите, вот там по газу, по электроэнергии. Мы все вопросы поднимаем. Но основной проблемой для жителей приграничной области остается все же автомобильный вопрос. Житель Черновцов в Георгии не так давно купил иномарку в соседней Румынии. В Украине ездит с иностранными номерами, оплачивает иностранную страховку. Считает, что пополнять казну другой страны неправильно. Но другого выхода не видит. На акции съезжаются автомобилисты со всей области. За порядком следят полицейские. Легковушки направляют в объезд. Мы делаем все, чтобы не допустить порушений прав других граждан. Как всегда, там, где одни митингуют, другие возмущаются. Валерий везет товар в Румынию. Говорит, мало того, что из-за блокады не сможет доставить груз вовремя, так еще и вынужден будет заплатить штраф. Через час после начала акции на трассу приезжают районные чиновники. Успокаивает митингующих, понимает и поддерживает. Но помочь ничем не могут. Сессия районной рады принимает решение по этому вопросу до народного депутата Тимиша. Будем возвращаться в кабинет министров и до президента. На подобные акции вышли сегодня жители Львовской области и Закарпаттия. Они точно так же перекрыли движение в пунктах пропуска. На украинско-словацкой границе пикетчики блокировали грузовой терминал. Опять же, возмутились дальнобойщики. Пикетчики, в свою очередь, агитировали их присоединиться к акции. Я виноватый. А не вы виноватый. Вы тоже должны нас поддержать. Пререкания ни к чему не привели. Тогда дальнобойщики устроили свою акцию. Перекрыли фурой проезд по объездной для всех машин. И владельцы авто с иностранными номерами, и водители большегрузов не разъехались до сих пор. Одни настаивают, что акция бессрочная, другие тоже оступать не собираются. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова